Субтитры сделал DimaTorzok И только благодаря этому наш мозг может сделать выводы об их размерах, форме и все такое. В большинстве случаев знание о том, как разные материалы взаимодействуют со светом, заложено в нас природой. Но тут не может быть никаких сюрпризов. Натуральных материалов, которые бы отражали свет таким образом, чтобы люди или предметы под ними исчезали, не существует. Зато есть несколько искусственных способов стать невидимым. И первый из них достаточно простой. Уже в 2012 году людям удалось скрыть от человеческого глаза Мерседес. Для этого они использовали фотоаппараты, которые снимали то, что находится позади автомобиля. А изображение проецировалось на экраны, которыми он был обвешан. Но носить на себе экраны и проецировать на них меняющийся фон жутко неудобно. Так что этот вариант подходит только для неподвижных объектов. Хотя есть некоторые животные, которые успешно справляются с камуфляжем 80-го левела. У осьминогов, например, есть прикольные штуки, которых нет у человека. Пигментные клетки-хроматофоры, которые связаны с нервной системой через сетчатку глаза. При изменении температуры и освещения, эти клетки растягиваются и сжимаются вместе с окрашенными веществами в их цитоплазме, что меняет окраску животного в целом. Иногда осьминоги становятся вообще прозрачными. Чтобы повторить такой фокус, физики разрабатывают метаматериалы. То есть материалы с особой структурой и особыми светоотражающими свойствами, покрывающие и гибкие. Этот материал должен быть таким, чтобы фотоны, самые мелкие световые частицы, не отскакивали от него, как, например, от зеркала, или даже от нас с вами. А как бы обходили его, что вообще-то не в их правилах. Но успехи, как ни странно, есть. В США создали так называемые нано-антенны. Золотые кирпичики с золотыми квадратами сверху, общим размером около 30 нанометров. При столкновении, с которыми свет не преломляется, не отражается и не рассеивается. Правильно разместив нано-антенны на поверхности предмета, можно заставить свет огибать предмет так, как будто никакого предмета вообще нет. Микроскопические антенны прикреплены к подложке из фторида магния. Бесцветного прозрачного материала, который используется для покрытия линзы других оптических приборов. Если бы антенны прикрепляли к железу, никакой невидимости не получилось бы. Если вы представили себе увесистую кольчугу, в которой человек будет похож на ежа, то напомним, нанометр – это одна миллиардная обычного метра. То есть материал получился не просто тонкий, а сверхтонкий, почти как вторая кожа. Более того, если вам надоест быть невидимым, это можно отключить, чуть-чуть поменяв настройки, то есть изменив поляризацию нано-антенн. Есть только одна проблема. На данный момент спрятать удалось и объект величиной в 1300 квадратных микрометров, а квадратный микрометр – это одна миллионная от привычного нам квадратного метра. То есть ученым удалось сделать пылинку невидимой, но она и так-то не очень бросалась в глаза. Хорошая новость в том, что физики считают вполне реальным произвести больше метаматериалов для плащей невидимок. Так что, ура! Даже если вам не повезло с наследством в виде жилплощади, скорее всего в обозримом будущем все-таки удастся почувствовать себя инвизибл-меном. Есть вопрос? Добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. Там можно предложить любую тему для нового выпуска научпока. На, получай! Вот так. Эй, а ты случайно не меня ищешь? Подожди, чувак, я не хочу с тобой драться. А тебе и не придется. Драться буду только я. Господи, помоги!